Иную притчу Святые отцы понимают под образом зерна разные богословские предметы. Так праведный Иоанн Кронштадтский назвал небесным царствием внутреннее царство, находящееся в человеке. В то время как святители Иоанн Златоуст и Иларий Пиктовийский называли зерном самого Спасителя. Господь сравнил себя с горчичным зерном, самым горьким и самым маленьким из всех семян, свойства и сила которого увеличиваются мучениями и тяготами. По мнению же блаженного Феофилакта Болгарского, горчичное зерно – это проповедь и апостолы. Стих Писания о ветвях и птицах Ефимий Зигабен объяснял аллегорически. Ветви – это добродетели, которые обыкновенно взращивают учение веры. Птицы же – это возвышающиеся над земными делами крылья ума, поднимающиеся на высоту духовного знания. Иного взгляда придерживался преподобный Ефрем Сирин, называя птицами язычников, которые обретают покой в Христовой вере. Для описания наступающего Царства Божьего Иисус довольно часто использует притчи – короткие яркие рассказы, построенные на простых и понятных образах. Апостол Матфей в своем Евангелии, среди прочих, приводит притчу о горчичном зерне, из которого вырастает большое растение, похожее на дерево. Как правило, та горчица, которая культивируется в настоящее время в Европе – это горчица сарептская и горчица белая. Оба этих растения однолетние и редко достигают высоты более одного метра. Во времена земной жизни Господа Иисуса Христа в Палестине возделывали обычно другую разновидность этого растения – горчицу черную. Кроме того, она встречалась и в дикорастущем виде. У черной горчицы было несколько характерных особенностей, которые были подмечены древними. Во-первых, это поразительно малый размер зерен. Ничтожно малая величина семян этого растения, которое обычно не превышает одного миллиметра, легла в основу поговорок иудеев времен Христа. Если нужно было описать какой-либо маленький крохотный предмет, обычно говорили – мал, как горчичное зернышко. Если речь шла о незначительном нарушении обрядового закона, говорили – это осквернение не больше горчичного зерна. Сам Христос использует подобную поговорку, когда описывает силу веры незначительной и малой на первый взгляд. Во-вторых, из крохотного и еле заметного зернышка черной горчицы вырастало большое растение, которое было похоже на настоящее дерево. Его высота достигала трех с половиной метров, а густая растительность давала прекрасную тень, что делало горчицу привлекательной для разных птиц. Иисус удивительно точно говорит, что птицы небесные лишь укрываются в ветвях этого дерева. Поскольку растение однолетнее, ранней весной, когда начинается пора гнездования, горчица еще слишком мала для сооружения гнезда. Поэтому птицы не вьют на нем своих гнезд, но лишь скрываются в его ветвях от жаркого палящего палестинского солнца. Не случайно Христос использует образ горчичного зерна для описания роста и распространения Царства Божьего. Начало проповеди Господа происходило на задворках Римской империи, среди простых и незначительных людей. Но через непродолжительное время слово Евангелие звучало уже по всей империи и быстро распространилось до самого края земли. Слово Божие в сердце каждого конкретного человека ведет себя так же. Даже самая незначительная весть о Христе может вырасти в большое, мощное дерево веры. Будем же своим образом жизни, своим христианским поведением и любовью сеять эти семена, маленькие, но очень важные, в сердца и души наших ближних. Продолжение следует...